уважаемые читатели моих книг и любители моих коротеньких роликов сегодня мы продолжаем нашу историю с микроскопом но сделаем небольшое отвлечение в область препаровки потому что прежде чем засунуть миногу в микроскоп и посмотреть на большом увеличении естественно необходимо и распрепарировать и добраться до ее головного мозга и черепно-мозговых нервов для этого мы сегодня будем заниматься такой небольшой микроанатомии для того чтобы познакомиться как строением этого удивительного животного так и с приемами работы анатомической для этого я буду использовать очень простые инструменты вот такую лупу приправальную сделаны более столетий назад на фирме лейтс это очень неплохая лупа с ней можно делать неплохую препаровку долгое время их использовали для студенческих работ на самом деле она вполне пригодна и для мелкого препарирования всяких объектов подвижная лупа можно использовать совсем простую вот такую почти блошиное стекло на самом деле это не блошиное стекло лупа для карт для разглядывания карт разнообразных вот дело в том что при припоровке я буду использовать небольшое количество инструментов но вот горячо любимый инструмент который был известен из ролика про гоблина это бритва для бритья ну просто как следует заправлена пинцет самая простая вещь небольшой пинцет для мелких работ карандашик и иголочку который буду собственно говоря указывать те объекты которые нам надо будет рассмотреть уважаемые зрители очень часто мне задают вопрос о том а что собственно говоря как я собственно я снимаю особенно макросъемку делаю различных объектов которые я показываю делаю это довольно простым способом бесхитростно я использую вот такое устройство то есть мех их очень много было выпущено они очень простые очень недорогие я использую мех от олимпус потому что у него очень много подвижек и различные объективы специально приспособлены для этих целей ну например им является планар который сейчас здесь стоит потому что он был создан для того чтобы как раз и заниматься макросъемкой планар первоначально разрабатывался с научными целями но и более сильно увеличивающиеся объективы вот данном случае у меня в руках объектив мэра очень маленький объектив малюсенькие которые необходим как раз для больших увеличений это чтобы снимать крупные планы аналогичный объектив зутера швейцарский тоже старинный предмет использовавшийся когда-то для макросъемки но есть современ более-менее современный макрообъектив это объектив фирмы олимпус который собственно говоря выпускался еще совсем недавно тоже с очень высоким разрешением то есть есть и наши объективы микропланары которые использую но и уж в особых ситуациях когда нужно сделать особый высоко художественный кадр я использую вот такие объективы типа пиц вали приспособленные специально для из создания изображений высоко художественных я его использую как макрообъектив и не это получается то есть вот собственно говоря и все премудрости естественно что с другой стороны вы можете поставить любую камеру со сменными объективами я использую обычно олимпусы или современные незеркальные камеры или sony почему потому что удар зеркала крайне нежелательно особенно при макросъемке потому что он создает дополнительные вибрации вот вооружившись таким минимальным наборов аксессуаров мы перейдем непосредственно уже к припоровки разглядыванию главы миноги итак посмотрим что у нас может получиться при припоровки миноги что там вообще на поверхность этого странного существа видно но для этого нам нужно немножко подготовиться я буду использовать вот такую припоровальную лупу фирмы лейтс тоже столетней давности ну и поскольку минога склизкая я положу сюда тряпочку намочена но она будет повышать сцепление но извлечем миногу этими ноги которые я в санкт-петербурге год назад фиксировал в 70 процентном спирту значит она вот у меня с утра отмывается и почти готова к припоровки головами ноги значит полностью отрезана как и положено по самую последнюю жаберную дугу то есть это нужно для того чтобы сохранить все черепно-мозговые нервы и вот сейчас мы ее препарируем для того чтобы получше рассмотреть значит сначала мы приступим к внешнему осмотру это полезное занятие поскольку можно увидеть много чего интересно ну во первых мы видим здесь очень интересные подробности то есть ну понятно что мы видим ротовое отверстие достаточно хорошо выраженная глаз и кроме глаза мы вокруг него видим маль такие маленькие штучки дырочки это на самом деле не просто дырочки это очень важный орган это орган боковой линии где находятся механорецепторы которые позволяют воспринимать движение воды то есть с помощью этих органов чувств специфических минога ориентируется под водой дальше идут жаберные дуги и эти жаберные дуги у миноги можно сосчитать их 7 пар то 7 с одной стороны с другой стороны они имеют не своеобразную форму то есть сначала таки более округлая потом более вытянутые тянутся довольно далеко позади головы посмотрим теперь некоторые подробности с другой стороны но для начала конечно интересно посмотреть на то что у нее находится в ротовой полости там как раз эти самые шкрябалки которые позволяют миноги появится в бок рыбы или еще кого-нибудь животного ну как видите снаружи здесь лежат своеобразные такая похожая на тряпочку это чувствительное окончание минога тоже не настолько глупое животное чтобы присасываться например к борту лодки нет она на и ходит что помягче и туда впиявливается а вот внутри если посмотреть поглубже туда самый глубину ротовой полости там такие своеобразные шкрябалки которые собственно говоря и пропиливают шкуру который она присосалась дальше значит еще у миноги есть очень интересная вещь сверху на самом верху чуть-чуть впереди от глаз но строго посередине сверху находится очень своеобразный орган так называемый выход обонятельного отверстия обратить внимание он асимметричен он тоскливый одинок и вокруг него такое небольшое светловатое утолщение это есть собственно говоря такая камера обонятельная которую мы скоро с вами увидим внутри которые находятся как раз схема рецепторные клетки которые позволяют миноги воспринимать запахи находящиеся в воде но искать того кто взявался кто повкуснее для того чтобы перейти к этому увлекательному занятию мы воспользуемся одним из моих любимых инструментов это такая бритва для бритья ну тот кто и пользуется тот знает что как бы бриться ей довольно сложно потому что она закаляет характер и дает возможность непринужденно зарезаться то есть дело в том что она очень остро и выпускались они и сейчас выпускаются в качестве эксклюзивного предмета такого всеобщего разврата очень хорошая отечественная вот использовал ссеровский спутник стандартный который еще сделал 30 лет назад вот он хорошо точится стали очень жесткая что позволяет делать срезы вот сейчас мы возьмем эту бритву и сделаем соответствующий срез через голову сняв кожу то есть немножко по с ним там срежем поглубже и так по слоям для того чтобы дойти до головного мозга сняв первый срез мы видим с вами очень интересную картину что же там находится а там находится очень интересная часть миноги это мы видим срезанную кожу мускулатуру и затем видим обонятельный мешок заполнен такими пластинками на которых располагаются обонятельные клетки сделаем еще один разрез что видим мы видим что там открывается еще какое-то одно странное отверстие чуть-чуть позади абонентного мешка это что это такое это на самом деле очень интересные орган который является своеобразным маркером промежуточного мозга где начинается третий глаз но тот самый которым страдают так сильно некоторые любители мистических заблуждений то есть это на самом деле действительно есть третий глаз и действительно у миноги он как раз находится под той светлой пленочкой мы посмотрим оптом на гистологических срезах я действительно фоторецептор который воспринимает свет но это не вырос мозга это образование эктодерма которому тянутся нервные окончания начинающиеся в промежуточном мозге это очень важный орган потому что он регулирует суточные то есть иначе говоря циркодианный ритм но в недавнем прошлом конечно величайшие философы не прошли этого мимо этого органа знаменитый картезианцы которые начали от свое от рената картезиус ренатуса картезиус если быть точным значит показали что считали долго встретиться за ним а именно в рене декартом более известным о том что в этом самом эпифиза эпифизе находится душа туда проецировались и зрительные с его точки зрения зрительные сигналы и там располагался центр зрительный и духовный но все это эрундистика совершеннейшая потому что это на самом деле нейроэндокринный орган который у низших животных связан с торсальным пениальным глазом вот у многих такой глаз есть и мы видим дырочку которая маркирует как раз зону подъема нервного стебелька с нервами идущего этому самому глазу или разрез самого глаза на анатомии этого не очень видно что же мы делаем дальше делаем еще один срез и посмотрим что там внутри у нас происходит оказывается подрезав поглубже мы можем уже добраться до верхушки мозга но дело в том что у миноги вся поверхность мозга покрыта очень специфическим образованием так называемым сосудистым сплетением которая спрятана у нас внутри мозговых желудочков это серьезное таскать очень образование через него у нас там проходят за 12 14 часов все жидкости организма фильтруется через мозг но у миноги теплокровности нет с сердцем там совсем плохо трубочек который сокращается но тем не менее как вы видели в моем в мои записи препарирование миног у пучкова смысле гоблина там кровь текла рекой тем не менее этого сердечко хватает так вот через это сосудистый сплетение у миноги фильтрация идет очень медленно поэтому она огромная но закрывает сверху мозг а если аккуратно препарировать то будут большие проблемы то есть мы не увидим собственно говоря мозга и тут в дело должна вступать новая технология не просто препаровка значит с помощью лупы бритвы пинцета скальпеля и иголки нет здесь уже дело идет сложнее то есть нам надо взять нашу под препарированную слегка голову миноги и погрузить ее специальную баночку использовать знаменитый метод падающей капли разработанные в нашей стране еще в конце 19 начало двадцатого века то есть что это за метод падающей капли на самом деле дело в том что нервы обладают достаточно высокой эластичностью если у вас материал фиксирован в таком фикс щадящем фиксаторе то есть например спирт 70 процентный то под препарировав орган можно рассмотреть очень тонкие нервы но вручную от препарировать их нельзя они просто рвутся и даже самые лучшие пинцеты дюмонтон филс не помогают в этом деле нужно придумать какой-то способ или делать тотальным гистологию или использовать метод так называемый падающей капли в чем он состоит он стоит в том что под препарированный объект ставится в баночку у какой-нибудь такой более менее приличную я использую обычно какие-нибудь баночки небольшие типомерных стаканчиков вот берется такой мерный стаканчик во внутрь складывается в несколько слоев тряпочка для того чтобы было удобно использовать и после этого во внутрь помещается уже под препарированные голова например миноги вот она там лежит моё ориентируем нужным образом и дальше что делаем направляем сверху из любого объема я обычно использую капельницы на такие с регулируем краником чтоб капелька потихонечку падала ну надо следить чтоб вода не наполнился и процесс не нарушился то есть сток какое-то делать и капля постепенно падает и разбивает все ткани кроме эластичных нервов периферических окончаний результате мы получаем довольно тонкую картину организации периферических нервов что позволяет их не раздирая с помощью пинцетом а анатомируем этом подкладывающей капли увидеть очень много интересных подробностей то есть мы для того чтобы очистить мозг в данном случае от непосредственно сосудистого сплетения которое хорошо эта часть мозга но при же прирощена к поверхности мозга и закрывает его почти весь целиком такую конструкцию сейчас берем вот видите здесь видно что как капелька падает на мозг вот собственно говоря так несколько часов капания приводит к тому что собственно говоря сосудистые сплетения разбивается и мы сможем с вами увидеть открытый мозг посмотрим на головной мозг это что получилось по этой методом падающей капли как очистить его от сосудистого сплетения когда он был совсем не виден что видно сейчас вот сейчас мы с вами можем наблюдать собственно говоря район обонятельного эпителия уже срезанные довольно глубоко от него от не знаю начинаются множественные обонятельные нервы которые идут в передний мозг передний мозг автоматически переходит в промежуточной который мы видели обозначили его по дырочке которая вела нервы к эпифизарному глазу то есть и дорсальному глазами на за ним лежит два выпячивания среднего мозга который связан непосредственно с глазами которую мы ноги как мы видели в начале сюжета достаточно большие и после них начинается как вы видите большая полость четвертого желудочка который прилежит значит соответственно задний еще дальше продолговатый мозг который в свою очередь переходит спиной вот собственно говоря и вся конструкция которую мы видим с поверхности при этом еще напомню удалено полностью обширнейшие сосудистые сплетения которые играют очень важную роль у миноги дело в том что внутри него происходит кроветворение и об этом мы поговорим с вами следующий раз